Аптекарский огород МГУ имени Ломоносова был построен Петром I в 1706 году. Сейчас это замечательное место для семейных прогулок и тайных любовных встреч. Но мы здесь не на свидании. Фестиваль «Тропическая зима» собрал под крышей аптекарского огорода более тысячи орхидей со всего земного шара. Каждая орхидея по-своему уникальна. Эта оранжевая красавица Психопсис, орхидея-прародительница, привезена с острова Тринидад в 30-х годах XIX века. Она первая пересекла океан и поразила красотой Европу. А это легендарный Ангрекум или Вифлеемская звезда. Поэтичное библейское название не случайно. Звездообразный цветок распускается всего раз в год, преимущественно зимой. На вид хрупкий миниатюрный башмачок приспособился к сложнейшим условиям. В природе он прячется в расщелинных скал на высоте около полутора километров, питается влагой тумана и редких осадков. Обнаружили этого храбреца лишь в 1928 году в Южном Китае. Перед нами бульбофилум фаленопсис. Орхидея с листьями длиной до 120 сантиметров. Сейчас ею можно любоваться, но сотрудники сада предупреждают. В период привлечения пылителей орхидея благоухает, как сырое мясо. Да, природа поистине хитра на выдумке. А это легендарная черная орхидея. Она доставлена в ботанический сад Московского государственного университета из Бразилии, где растет на высоте 600 метров над уровнем моря. Уникальность этой орхидеи в лепестках специфического цвета. Обратите внимание, черного пигмента в природе не существует. Однако черные орхидеи не труд селекционеров или флористов, вооружившихся гуашью. Темный оттенок дает соединение красного и фиолетового антоцианов – природных красителей. Бразилиорхис не имеет яркого запаха. Это единственная черная орхидея, выросшая вне условий селекции. Фред Кларк вывел новый сорт черной орхидеи с пряно-сладким ароматом. Именно ею вдохновлялся американский дизайнер Том Форд для создания знаменитого парфюма. А любителям орхидей особенно повезло, ведь выставка продлится до марта. Успейте полюбоваться красотой дикой природы. Орхидеи – не единственные гости фестиваля. Целый уголок варанжерей занимают растения и хищники. Зубастая венерина мухоловка особенно впечатляет юных посетителей. Но сотрудники сада предупреждают – растение делает кусь. А эта мимоза стыдливая. Она ловку вернется от человеческого прикосновения. Для любителей воровать плоды из ботанического сада – не пентес или трава забвения. Растение обладает слабительным эффектом. Венерина мухоловка и другие растения – хищники. Все это и многое другое в аптекарском огороде. Аптекарский огород открыт для посетителей. Зимой здесь тихо и пустынно, летом шумно и зелено, а в пруду плечатся рыбки. Но сотрудники огорода вновь предупреждают. После того, как неизвестные украли из пруда 20 осетров, охрана стала бдительнее. Рыбок трогать не надо. Ксения Луженкова, Первое студенческое агентство, Москва.